Что такое? Что за слово? Шиш, да? Шиш? Реально шиш написано. Что такое шиш? Шиш? Клип подъехал. Ты сейчас вступление сделаешь? Миллион, Артур, миллион! Всем привет! Ты попал на канал Вилка, и ты знаешь, что нужно для себя честно взять печенье и готовиться к лучшему времяпрепровождению за день. А мы продолжаем с тобой смотреть кей-поп. Сегодня у нас неожиданно одна группа, Бэйби, Монстр, четыре их песни. Для всех, кто первый раз залетел вообще сюда на реакции, мы сразу тебе говорим, смотрим эти клипы первый раз, а группе слышим тоже в первый раз. Знаем, что это какая-то юная группа. Тут участницы от 15 лет. Мы в шоке. Вот, начинаются. Соответственно, что? Мы не эксперты кей-поп, мы высказываем свое мнение такое, знаете, вообще не заинтересованное, не зашаренное, потому что ничего не знаем, ничего не заинтересованное. Вы заинтересованы. Ну, в смысле, я к тому, что у нас мы, как сказать... Не профессионалы, мы не шарим. Мы объективно... А, нет, как это сказать-то, блин? Мы смотрим максимально прозрачно. То есть у нас нету такого, что мы какие-то фанаты одной группы, фанаты другой группы, и... Не прямо из-за того, что мы не шарим, поэтому мы высказываем свое чистое, искреннее. Вот такое юношеское, детское мнение, как это говорится. Что я сказал? Что я сказал? А, что она значит сказать? Мы передаем пламенный привет Иванке. Говорим большое спасибо за поддержку канала, что она дает возможность нам познакомиться с этой группой. А все, кто тоже хочет... Все, кто смотрит, тоже тебе передают пламенный привет. А все, кто тоже хотят заказать свою группу, могут это сделать, заказать через донаты на Boost и Donation Alerts, также подписаться, чтобы получить ранний доступ к эксклюзиву. Вот. Первая песня у нас, короче, переводится... Ничего себе, вот это у вас английский. Первая песня у нас переводится как... Шрамы на твоей красавице, наверное. Ну, или на красавце, или на красотке. Мне кажется, это не так переводится. Ну, типа, scarce, шрам, царапина на твоей и beautiful, ну, типа, красоте, возможно. Шрамы на твоей красоте, почему бы и нет? Ладно. Давай смотреть? Давай смотреть. Шрамы на твоей красоте, почему бы и нет? Шрамы на твоей красоте, почему бы и нет? Глава на твоей красоте, почему бы и нет? Эта красоте, почему бы и нет? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Так может, потому что ты начала изучать вопрос кей-поп? Громко сказано. Я просто посмотрела пару видео о том, как... Во-первых, я узнала, что, оказывается, их тренируют. Типа, сначала они трени, что там их учат петь, играть на инструментах, их вообще распорядок дня. Я посмотрела, офигела. Потом мне ещё сейчас Тимур сказал, что им тут есть по шестнадцать лет, я думаю, дебютировали в шестнадцать лет. Или в пятнадцать, ты говоришь? В пятнадцать тут есть, да? В пятнадцать. Я вообще в шоке. Ещё мне попадали шортсы, где... Ну, это какие-то люди делали, я не знаю. Фанаты, которые считают, что их, типа, как вот эти айдолы плохо поют вживую. И там, типа, подборка из айдолов, которые, ну, как бы там без фанеры они поют, и что, мол, у них ужасный голос. Я вот думаю, это... Здесь нет фанеры? Это, типа, или... Ну, здесь, видимо, ну, слышно, что наложена музыка. Мне интересно, это и реально они так поют? Ну, вот смотри, вот здесь, кстати, у меня прям жёстко сейчас... Прям жёстко хочу докопаться. В последнее время у нас, короче, немножко камера бывает, как сказать... Процесс захвата видео немножко поздно передаётся в программу, и из-за этого есть задержка. То есть я вот махнул рукой сейчас, а вы этот взмах рукой через две секунды там, грубо говоря, увидели. Но это всё корректируется, мы всё это делаем, как бы, но я с этим сталкиваюсь, я это вижу. И вот девчонка, которая в шапке, которая читала рэп, я сначала такой, блин, сейчас рэп будет прикольно, а потом... У меня, кстати, отдельный урок по рэпу вообще. Есть. То есть есть, типа, где их учат петь, и есть отдельный урок по рэпу. Вот. Буду стараться, короче, не громко говорить, потому что болит горло. И я такой, о, сейчас рэп она читает, сейчас будет вообще что-то крутое, она вообще прикончится это сделать. И я вслушиваюсь как будто в текст песни, а её губы как будто произносят совсем другое. Вот этот момент я прям очень мне бросился в голову. Ну вот из-за того, что у меня уже есть насмотренность, я вижу, что у меня губы в одном порядке двигаются, а вижу я их в другом, и я уже примерно понимаю, какие звуки губы издают. Я вижу, что вот её губы, они не издают тот звук, который мы слышим. То есть это либо она не успевает, либо она, наоборот, раньше бежит. Но это было видно, вот. Ну не знаю, мне, по крайней мере, так показалось из-за того, что я с этим начал сталкиваться в последнее время. Короче, к этому у меня есть докапывание. Вот. По звучанию прикольно. Здесь, конечно, вообще надо тянуть... У неё не очень хорошо поют. Да, здесь, конечно, тяжело, надо прям фильтровать свою речь. Всё-таки девчонкам до восемнадцати тут, поэтому как-то говорить, что кто тут красивый, кто нет, чтобы... Не надо лучше, да. Поэтому все они нейтральные. Вот так вот. И мы здесь сразу говорим. Всё, что кто подумал, всё мы сразу осуждаем. Что-то есть? А, мне не хватило, наверное, каких-то, знаешь, общих хореографий в этом... Так в смысле? Это не об этом видео, понимаешь? Да я понимаю, живое пение. Голос оценить. Да, но есть же вот выступление, где прям вот... А я вот наоборот подумала, им не нужно танцевать и как-то выпендриваться, потому что они... Ну у них очень сильный голос у всех. Ну да, но бывает же такое... Особенно вот эти маленькие девочки, которые вот в центре стоят, я так понимаю, вот она младше всех, скорее всего. Да, наверное. Может быть... А потом окажется, что она самая старшая. Ну как обычно бывает. Вот. И... Ну бывает же такое на живых выступлениях, когда поют, а в моменте, когда нету слов, там, ну музыка какая-нибудь, да, припев или что-то такое, там начинают жестко отжигать, а потом опять начинают петь. А, я говорю, в центре стоит. Это я вижу её в центре, а они-то не видят, ну-ка покажи. Вот. Вот это вот, которое по центру. Так их там две, одно 15, другое 16 или 2-16. Ну вот справа как будто тоже чуть-чуть, вот от центральной. Тоже маленькая. Да они тут все, я не знаю, сколько... Вот, до 18... Слишком молодые. Семь до 18, поэтому самое время пойти к следующему клипу. Следующий клип у нас с вами песня «Мечта». Что я хотел сказать? Или «Мечтай». Может быть. И написали, что у этой группы вроде бы нету никакого этого... Что? Вот этого нету. Смысла особо... Ты, наверное, им очень сильно в ухо сейчас вот так вот... Это я знаю, я специально, чтобы они слышали, что я щёлкаю, как будто бы думаю. Нету смысла в концепции, нету каких-то сюжетных вот этих поворотов, как мы привыкли. Вот это тексти, да? Которая началась там история в первом клипе, и через 100 клипов она закончилась где-то там. Вот это вот... Попробуй сообрази пазл. Здесь такого нет. Сибирика. Да, здесь ты должен наслаждаться тут музыкой глубокой, танцами, возможно, глубокими, и вот оперные немножко нотки в голосе прорезаются. А что ли? Настолько. Настолько, да. Вот я считаю, поэтому наслаждайся прекрасно. Тебе хореография пошла. Тебе хореография пошла. Тебе хореографии психологии а потbat не заплатил? Тебе хореография пошла. Редактор. Тебе хореография超집. Тебе хореографии, это все естественные в gamer. Продолжение следует... 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 Там как раз пелось о том, что очень сложно, типа, ну, я должна быть сильной, я должна получить эти крылья, чтобы долететь до мечты, ну, типа, там в общих чертах такое. Вот. Ну, как раз вот про эту мечту стать айдолом, наверное, преодолеть путь трени, вот тут всё пелось. И, ну, симпатичная пирограда. Короче, мне кажется, с одной стороны интересно быть айдолом, да, а с другой стороны это капец как сложно. Да. И сколько себя нужно ограничивать в чём-то. К минимуму в день. вовсю. Поэтому идём к следующему клипу. Следующий у нас с вами клип под названием «Шиш». Как это? Это «шиш». Это, я говорю, Джарахова, это «шиш» вот это. Нет, а... «Шиш». Есть вот поговорка «шишл-мышл». Опа, вышел, да. Я не знаю, я первый раз, на самом деле, вижу это слово, поэтому я пошёл гуглить в этот, в переводчик. Переводчик вывел это как «блин». Ну, типа, видимо... «Масленица». Не, ну, типа «блин», типа «капец». Это, видимо, когда ты уже... «Капец». Когда ты прошёл вот это испытание, тебе сказали... «Вы в кей-попе». «Вы в кей-попе». И потом ты понимаешь, что не в трене было сложно, а потом начинается полная жесть, когда там вообще, наверное, ещё жёстче диеты... В трене несложно, оказывается. Да. Быть айдолом сложнее. Да, там ещё жёстче диеты, тренировки, и ещё там всякая-всякая дичь. И ты вот понимаешь, что за пошла шляпа. И вот поэтому вот этот клип. «Капец». 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Предыдущий, кстати, клип был как раз-таки с теми испытаниями, которые они проходили, когда вот это вот учились, да? А это вот это вот дебют полным составом. А, это их дебют? Ну и песня, мне очень песня понравилась. И песня прикольная, да, и локации красивые. И рэп зачитали нам. И рэп зачитали. Шепотом почти. Есть моменты, знаешь, как будто бы, ну, как будто мы это где-то уже видели у кого-то экипоп исполнители, они некоторые элементы как будто, ну, они всё-таки молодая группа, возможно, тяжело придумать что-то новое. Они какие-то моменты взяли. Возможно, смешали. Помню, что кого? Нет, так сказать не смогу, но что-то вот знакомое я увидел. А так, мне очень понравился вот этот дебютный клип, прикольный, красивый, динамичный, яркий, броский, костюмы, вообще пушка, цвета пушка. Танцуют тоже пушка, не зря учились, как говорится. Да, танцы, кстати, тоже очень хороши, на самом деле, в этом клипе, мне прям понравилось. Да. Музыка хороша, не скажу, что, наверное, лучший из всех кейпоп, которые я слышал, но очень хорошая, вот, прям нормально качает. Блин, я даже не знаю, что сказать ещё. Шиш? Шиш? К следующему клипу. К следующему шишу. Последний у нас на сегодня с вами клип. Better Up, который переводится как? Не знаю. Масло? Правильно. Масло? Нет, конечно. Это избивать. А, баттон, масло, господи. Это избивать, это бить, это что-то такое, знаешь, жёсткое, типа избиение, возможно, биение или что-то такое, не знаю. Избиение какое-то. Короче, не знаю прям полностью, как правильно это переводится, но вот что-то такое, да? Какое-то осуждаем, но насилием, смотри, фу-фу-фу. Вот, я так понимаю, дэнс практик... Мы с тобой вот когда кей-поп обсуждаем, да, вот этих песен и названий, мы, наверное, как Купленов, когда он озвучивает свой великолепный английский перевод. Так я считаю, я профессионально озвучиваю? Конечно, мы копируем Купленово просто. Что я хотел сказать. Дэнс практик видео, то есть это видео будет построено, видимо, полностью на их хореографии, покажет, возможно... Это, наверное, прям мега новое, да, потому что у них, наверное, ещё нет... Так типа, камон, ты видела прошлый, вот прошлый, прошлый клип был выпущен только в этом году, я не посмотрел, какой месяц. А, ну значит, они вообще новенькие-новенькие. Да, они вообще только залетевшие. Крутяк, будет интересно дальше посмотреть, что будут делать. Что, будет с ними? Угу. Ну... Когда они будут выпускать клипы типа Stray Kids или этого... Блин, классный клип, который мы смотрели. DPR? Как там? DPR? Как это мужика звали? DPR, да, я не знаю, ты про кого? Про какую песню? Донт что-то там Insane. Где Beetlejuice был. А-а-а, да. Ну вот, будет круто, конечно. Да, вроде бы, да. Это который, это из BTS, вроде бы. Нет, это вообще другой. Ладно, всё. Или он из BTS. Давай смотри. Ладно. Я не помню. Отставьте её. Так, пол протёр. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА